Девушки отдыхают Оля же талдычила без перебоя, то и дело вскидывая руки и смеясь, как вдруг так же резко смолкла, и уставилась на меня до боли знакомым, колючим маминым взглядом. Я уставился на сестру, сейчас она была миниатюрной копией мамы, точнее тем, в кого она превратилась с момента переезда сюда, с её грозной позой в виде заглавной буквы «Ф» и вздёрнутыми к потолку бровями. Ты меня не слушал, так? Фу! На мгновение мне показалось, что свет, излучаемый Олей все эти годы, стал слабее и опасно затрепыхался на ветру затянувшихся перемен. Ещё немного, и моя прекрасная принцесса станет драконом, который сторожил её в башне. А это пугало сильнее подкрадывающихся ко мне ужасов из будущего. Оля, прости, ты же не сердишься, правда? Я просто задумался. Взгляд заметался по комнате, как загнанный в ловушку зверь, перескакивая с одного предмета на другой, селись найти хоть что-нибудь, что могло отвлечь Олю. А давай в приставку поиграем! Оля нахохлилась, однако искорка интереса вспыхнула в её изумрудных глазках. И ледяной осколок, занесённый снежной королевой, начал потихоньку оттаивать. А как же второй джойстик? Не работает же! А папе починить некогда. Можем из пистолета пострелять. В ковбоев или уток, хочешь? Ты лучше меня играешь. Да ладно тебе. Паде целый день тренировалась, пока меня дома не было. Оля прыснула со смеха. Ледяное сердце окончательно растаяло. А как ты догадался? Я сейчас знаешь, какая меткая! Считай, уже проиграл! Не на того напала! Включай скорее! Малютка подскочила к телевизору и, щелкнув питанием, начала вслепую шарить по задней стенке фотона, явно пытаясь воткнуть кабель от приставки в гнездо антенны. Отрывки из телепередач маячили на ламповом экране, пока Оля листала до канала, где ловила заветная Дэнди. Что дома интересного происходило? Вопрос был обывательским. Я даже и не задумывался над его значением. Однако Оля внезапно изменилась в лице и растеряла обретенную дорогой ценой детскую невозмутимость. Оль, что-то случилось? Сестренка вставила кабель на место и, вытащив испачканную ручонку, стала неуклюже оттряхивать пыль. Она явно искала в себе силы, чтобы начать разговор. Мама! Она замолчала и на секунду показалось, что на ее глазах выступили слезы. У нее опять был этот страшный... Оля взглянула на меня мокрыми глазенками-блюдцами. Приступ. Такое случалось и раньше, но довольно редко. А когда мы перебрались в этот богом забытый край, мамины приступы пугающе участились. Папа принес большую рыбу. Она в газету была завернута и пахла так. Ба! А мама опять начала злиться. Потом взяла нож. Оля поежилась с опаской, выглянув в окно. Они начали громко ругаться. Я замер, представляя, как сестренка, такая маленькая и незаметная, стояла посреди кухонного проема. Она даже не пыталась спрятаться. Родители попросту ее не замечали. И потом мама ударила. Вот так! Оля едва дернула кулачком сверху вниз, имитируя удар. Рыба! Она была живая, Толь! Чей было больно! А мама... Мама! Мне было легко представить, что было дальше. Извивающаяся рыба с воткнутым жаброй клинком брызнула зловонной слизью на мамино лицо. Если смерть приближалась так близко к маме, как в тот день, когда при нас человека сбило автобусом, и кровь размазалась по лобовому стеклу. Или когда бабушка отрубила голову цыпленку, мама всегда впадала в странный, пугающий до дрожи приступ. Ее глаза закатывались. Она падала на взничь, как спиленное дерево, и извивалась, как та самая бившаяся в агонии рыба, переворачивая стулья и выплевывая обрывки пугающих фраз. Папа, он ей помог? Оля вздрогнула, как будто бы воспоминания ранили ее. Да, но вначале... Он засмеялся тоже! Так страшно! Как-то он видел, что маме плакал! А потом вдруг заплакал... От услышанного у меня дернулась бровь. Безумие, источаемое лесом и окончательно завладевшее мамой, перебросилось на нашего сильного и храброго отца. Я быстро шагнул навстречу Оле, заключив ее в крепкие объятия. Она уткнулась мордашкой мне в грудь, и я почувствовал, как рубашка сделалась мокрой. Зачем они так издеваются друг над другом тоже? Они сумасшедшие! Не находя, как оправдать родительское поведение, я запнулся. Слова иссякли, и все, что я мог, так это покрепче обнять Олю. Оля в ужасе вскрикнула и спряталась за меня. Переключи! Переключи скорей! Сколько бы раз она не видела эту заставку, все время реагировала одинаково. Как и при виде совы. У меня самого выступили мурашки при появлении этого призрачного лица, поэтому я моментально исполнил пожелания сестры. Продолжение следует... Фоновая музыка подействовала на Олю умиротворяюще, и она спокойно поинтересовалась. А как твои дела в школе? Ничего хорошего. Школа новая, а достается мне по-прежнему. Словно и не переезжали никуда. Задолбала! И прежде чем безнадёга снова повела меня тоскливой тропинкой в плен гнетущих мыслей, что-то зловещее зашевелилось в недрах черепной коробки. Будоражат такие дикие оттого приятные воспоминания. Хотя, знаешь, кое-что хорошее всё же случилось. Оля с надеждой посмотрела на мою кривую расползающуюся улыбку, отдалённо напоминающую спортою рану от канцелярского ножа. Ещё один мальчик пропал. Тоша, разве это хорошо? Почему ты так говоришь? Голос сестры сдрогнул, когда она заглянула мне в глаза сквозь толстенные очки. Знаешь, а может, тот пропавший Вова сам виноват, что с ним это случилось? Может, он совершил нечто настолько плохое, что не заслуживал жить? Не будь таким жестоким, пожалуйста! Оля прижала ноги к подбородку и обхватила их руками, пытаясь сжаться сильнее. Будто она хотела стать ещё меньше. Будь может, окончательно исчезнуть. Это всё, что нам оставалось. Пропасть без вести. Затеряться среди прочих сломанных игрушек. И больше никогда не попадаться озлобленным родителям. И взбешённым одноклассникам. Мы единственные, кто остался друг у друга. Те, кто может защитить, выслушать и пожалеть. А значит, она обязана слушать, что я думаю о них всех. Этих озверевших тварях, притворяющихся детьми. Так жаждущих издеваться над слабыми. Мой черёд говорить. Думаю, они не последние. Моё дыхание участилось. Пальцы забарабанили под дощатому полу. Такие люди, как они, недостойны жить, ходить с нами в одну школу. Смотреть на твой свет. Мысли путались. Ускользали вслед за спокойствием. Доженька, хватит. Ты меня пугаешь. Не бойся, я смогу тебя защитить. И тут я впервые заметил, как Оля смотрит на меня, словно на незнакомца. Кто ты? Потаённая ярость отступила. Спряталась за оболочкой труса. Оставив меня один на один с нарастающим чувством стыда. За то, что я напугал сестру. Оленька, прости, я... я не хотел. Видимо, я схожу с ума в этой школе. Она бросилась мне на шею, едва сдерживая слёзы. Всё хорошо, Тоша. Только, пожалуйста, пожалуйста, никогда так больше не говори. Клянусь маминым сердцем. Оля горько улыбнулась. А сам сказал, что так говорить нехорошо. Ты права. Давай лучше играть. Только чур, я первая. Мист, пап, ой-ой-ой, умирает зайчик мой. Ха-ха, ты проиграл, Тоша. Антон? Антон? Мама докричалась до меня только с третьего раза. Антон, тебя к телефону. Девуша какая-то. Моментально протрезвев, я метнулся в коридор. Не споткнись, смотри. Я схватил трубку, прижал к груди, многозначительно глядя на маму. Она лишь пожала плечами и удалилась в комнату, на ходу собирая разбросанные Оле игрушки. Алло? У твоей мамы такой молодой голос. А, ну да. Она сама молодая. Не мешаю? Нет, что ты. Знала бы она, как дорого мне может обойтись этот разговор, и чем я рискую, просто отвечая на звонок. На тумбочке лежали карандаши и потрёпанный блокнот. Я взял их и принялся водить грифелем по бумаге, рисуя хаотичные завитки, так норовящие соединиться в дурацкие сердечки. Я тут подумала, мне надо тебе сказать кое-что. Я застыл. Не может быть, неужели я ей нравлюсь? В последнее время у тебя такой потерянный вид, а сегодня в школе на тебе буквально лица не было. Я не находил слов. Сердце трепетало в ожидании. Я хочу сказать, я на твоей стороне. В предвкушении Полининых слов улыбка растеклась по моим губам. И мне тебя очень жаль. Такие хорошие ребята, как ты, заслуживают большего. Мне очень хочется верить, что однажды ты найдёшь в себе силы дать отпор, и другие перестанут тебя задирать. Карандаш выпал из разжавшихся пальцев. Это всё, что она мне скажет? Может, даже девушку найдёшь. Она будто сомневалась в собственных словах. Короче, знай, ты славный парень. Это был провал. Вместо предложения погулять с сочувствием, будто к какому-то калеке. Ты тут? Не давая ответить, Оля спустилась по ступенькам. В её руке была зажата книжка с розовой обложкой. Энциклопедия маленьких принцесс. Ты долго ещё? Я прикрыл ладонью трубку. Я разговариваю. Что случилось? Почитай мне, пожалуйста. Мама уснула. Иди к себе, я сейчас. Только быстрее, ладно? Ладно. Последнее слово прозвучало излишне раздражённо. Я вздохнул, наблюдая, как сестра семенит по лестнице. Алло, Полина? Прости, мне надо бежать. Представляешь, кое-кто втюрился в меня и теперь оттирается у моих окон, требуя сходить с ним на свидание. Пойду прогоню его, пока дедушка не проснулся. Или, может, дать ему шанс? Я прикусил нижнюю губу от обиды. Если интересно, расскажу тебе завтра. Мы, в конце концов, друзья. Друзья. Хорошо, хоть не подружки. Да, конечно. Добрый. Гудки ударили по мозгам. Потаскуха. Процедил злой голос в голове. Словно зомби, лишённый покоя и рассудка, я поплёлся по лестнице. Рассказать бы отцу, попросить его мужского совета, но из-за новой работы его до поздней ночи не бывает дома. Родителям не до меня, если не сказать грубее. Ну, где твоя книжка? Я осёкся. Детская была пуста. Коль? Наверное, пробралась ко мне. Я зашагал по коридору. Тени населяли комнату. Занавески колыхались, будто кто-то хоронился за ней. Я улыбнулся, тихо прокрался к окну и распахнул штору. Попалась! За тканью никого не было. Окно, как экран телевизора, показывало зимний пейзаж, фонарь, поле. И в самом его центре бледущие фигурки. Алиса и Оля. Я ахнул, прижав кулак ко рту. Впился зубами в кожу. Алиса уводила в чащу мою сестру. Понадобилась меньше минуты, чтобы я в торопях оделся и вылетел из дому. Сердце стучало пулемётной очередью. От леса тянуло холодом и смолистым запахом хвои. А где-то в поле трещал мороз. Впереди у калитки маячили две тени. Лишь рост позволял распознать в них мою сестру и девочку-лисицу. Я помчался к забору, слышав вой ветра в ушах и ритмичный скрип под подошвами. Фигурка повыше шевельнулась и устремилась к чищобе. Плавно, будто конькобежец по льду. Я замедлил шаг и коснулся очков, тщетно стараясь вычленить из мрака хоть какие-то детали. Тревога опустилась на плечи, как невесомая снежинка. В животе закопошилась проснувшаяся змея. Стало тошно. Я подумал о доме, о хлипкой крепости позади. Наконец я настиг сестрёнку, одетую в одну курточку. Оля! Ты видел лисичку? Оля, зачем ты вышла на улицу? Если мама узнает... Сестра замерла к тайге лицом. До неё было рукой подать, и я зачем-то положил озябшую кисть ей на плечо. Наверное, убедиться, что это всё не сон. В мою сторону торчал острый клюв, со всех сторон усеянный мохнатыми перьями, из которых складывалась морда совы. Нечто в птичьей маске тщательно таращилось на меня. Ого! Не узнает! Голос был точь-в-точь, Олян, но за перьями и картоном таился некто иной. Я рванул прочь, словно меня стегнули на гайкой. Существо в маске лишь притворилось Олей, чтобы выманить меня. Я бежал со всех ног, утопая в снегу. Дом впереди стремительно увеличивался. Жёлтый снег в окнах дарил надежду. Там мама, сестра, спасение! За спиной было тихо, как будто никто не гнался за мной. Может, потому что совы умеют летать? Я уже карабкался по крыльцу, как вдруг краем глаза заметил ещё одну фигуру. Зъерушиный волчок выпался из угольной тени дома, преградив путь. Он двигался дёрганно, хаотично, словно приплясывая какой-то жуткий танец. Или корчился в припадке. И пускай я отчётливо видел, что волчья морда, обыкновенная маска, что-то в судорогах оборот не заставило меня окоченеть. Ряженый потерся боком о столб крыльца и припал на четвереньки. Выгнулся так, что позвоночник должен был хрустнуть. Глаза образины засверкали, но зверь не нападал. Он то ползал вокруг по-пластунски, то трусил на четырёх конечностях. С отвисшей челюсть я перебирал ногами, пытаясь удерживать его в поле зрения. Из-под прорезей маски сочилась жидкость. Тягучие капли падали на доски. Солюна, догадался я. Какая-то сила толкнула в спину, шепнула «Спасайся!». Штакетины заборы замельтешили. Я снова бежал в обратную сторону, к зубчатой и пахнущей хвоей кромки леса. Удары сердца отмеряли время. Волчок позади, будто забыв человеческую речь, рычал. Правая нога застряла в припорошенной лунке. Я выдернул её, чертыхаясь, и тут же рухнул на землю. Подо мной застроились зубчатые снега, мешая подняться, упереться во что-нибудь. Но дикая жажда жизни буквально вырвала меня из ловушки. Тьма подкрадывалась всё ближе, напоминая едкий дым погребённых костров. И я снова побежал, вдыхая колючий воздух. Волосы развивались на ветру. Падая, я обронил шапку. И уши запекло от литвого мороза, пока я сам весь взмок от пота. Поле, наконец, закончилось. Понимая, что было не лучшим решением мчаться в лес, я юркнул за дерево. Не останавливаясь, бежал, прикрывая ладонью лицо, чтобы случайный сук не лишил глаза. Ветки били по одежде, кололи кожу, как мясники, гнавшие скотину прямиком на мясорубку. Узел выбившихся из почвы корней прихватил за стопу. Я врезался в шершавый ствол, сполз к самому его основанию и в панике оглянулся. Ух, какой ты быстрый! Первым желанием было кинуться к ней и обнять ее. Но я поборол себя и плотнее притиснулся к сосне. Ты... Что ты здесь делаешь? Да вот. Она протянула мне потерянную шапку. В бюро находок подрабатываю. Надевай, а то уши замерзнут, а потом, глядишь, и вовсе отвалятся. Она хихикнула. Я подозрительно смотрел то на нее, то на шапку. Будто боялся, что в руки Алисы окажется что-то вроде отрубленной головы или еще страшнее. Но шапка была просто шапкой. Я забрал ее, натянул по самые брови. Тепло? Я не ответил. Там во дворе были какие-то дети. И что, покусали тебя, что ли? Нет. Отчего же ты убежал? Ответ был очевиден. Но покатав мысль на языке, я лишь пробурчал. Не знаю. Эх, обещала не обзывать тебя дурачком. А я обещание исполняю. Она подошла вплотную, взяла под локоть. Я почувствовал запах мяты, апельсинов и сгоревших бенгальских огней. Захотелось наклониться к Алисе, чтобы распробовать все тонкости ароматов. Сколько можно повторять? Со мной ты в безопасности. Я твой друг. И они. Я быстро обернулся туда, куда показывала лисичка. На краю опушки появились дети в масках. По крайней мере, все они были небольшого роста. Волчок, сова и медвежонок. Они фыркали и вздыхали, явно утомившись от бега. Я думал, упало, ты в снег провалился. Стало снег копать не от тебя. А я не копал. Лень копать было. А ну как получается? Если дурак, то бегай, докопай. А если умный, подожди пока другие набегаются, накопаются и устанут. Ты уж так дозвать не разговор. Как я рад. Дегенерат. Не обращай внимания, он со странностями. Я понял, что стою с открытым ртом, с бессильно опущенными руками. Не зная, как реагировать на слова поздних гостей, я все-таки выдавил подобие улыбки. Вы просто меня напугали. Они начали переглядываться, а кто-то даже фыркнул. Словно услышал шутку. Да, да, лесоправо! Это он. Нет, это наш. Неужели нашли? Ножальчик. Да, да, похож. Взбесившись от радости, волчок начал махать частью костюма, словно хвостом. Первый! Ну, конечно, ты первый. Ой, это волчек раньше всех почуял зайчиков тебе и рассказал нам. Здравствуй. С нашей собушкой ты знаком не понаслышке. Не такая уж она и страшная, правда? Да, наверное. А этот улыбчивый бугарь – медвежунка. Ты лучше с ним поласковее, а то голову откусит. Зачем это? Да, смотрю, ты чувство юмора где-то обронил. Все еще сомневаясь в благих намерениях причудливых зверят, я спрятал руки за спину, стараясь при этом не смотреть на зияющие дыры карнавальных масок вместо глаз. Алиса наигранно подбоченилась и как-то ухитрилась подмигнуть своей рыжей личиной. Когда в следующий раз придем, будем звенеть в колокольчики, чтобы ты не так боялся нашего визита. А у нас разве есть колокольчики? Черт, я звенеть не буду. У меня лапка болит. Моя улыбка стала настоящей. О, зубы показал! Это добрый знак! Не ожидала, что сможем тебя рассмешить. Я думала, это под силу только Диснейленду. Откуда ты знаешь? Да так, прочитала кое-где. Про меня? Про клюв от воробья. Про Диснейленд, Яхонтовый. Ты умеешь читать по-человечески? Зря я, что ли, в школу хожу день ото дня. И она кокетливо запела. Как детей не замечать, как мечты их развенчать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Крепко-накрепко вломить, с детства слабеньких чморить. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Я осторожно засмеялся. Новые знакомые уже не отпугивали, а напротив, привлекали. Было в них что-то особенное. И в этой опушке, и в луне, и в снежинках, которые почему-то падали наоборот. Земли в темное небо, как на прокрученной задом наперед пленке. Дети в масках приблизились. Я ощутил их прикосновения. Они хлопали дружески, трогали мою одежду. Словно проверяли, что я настоящий. В их прикосновениях не было звериной злости. Лишь чистое, незамутненное любопытство ребенка. И я почему-то сказал про себя. Им можно доверять. Снежинки все планировали ввысь. Никто тебя больше не обидит. Дрог. Пусть только попробуют. Лиса тихонько пихнула меня в плечо и рассмеялась. Ну что, Тоша, убежишь с моплями или с нами пойдешь? Куда? На аттракционы! В эту секунду далекий звук флейты нарушил обманчивую тишину тайги. Прекрасный и таинственный он вызывал в памяти звон хрусталя и журчания студенного ручья. Если какие-то сомнения оставались, то песня флейты развеяла их. Я пошел за новыми друзьями, прежде чем принял решение. Ноги сами переступали, а образованные соснами тоннеля раздвигались. Кусты кланялись перед нашей процессией. Все это напоминало сон. Ведь даже поляну, на которую мы выбрались, я видел во сне. Флейта, как чудесная птица, парила где-то высоко между темных крон. Снежинки, взлетая, закручивались спиралью. Луна окрашивала ветви в серебряный цвет. Алиса зачарованно ахнула, и я разделил ее восторг. Задрав голову, я смотрел вверх. Красиво как. Очень красиво. Волчок одобрительно завыл. Это мелочи. Я покажу гораздо больше. Если захочешь. А я хотел. Как сильно я хотел увидеть то, что видела лисичка своими спрятанными в полутьме капюшоны глазами. Теперь смущало не то, что дети носили маски, а то, что без маски был я. Точно голый на январском ветру. Скажите, а зачем вам маски? Я не боялся, хотя меня и трясло. Дрожь была не от холода, а от странного волнения, предвкушения чего-то невероятного. А тебе зачем? Я дотронулся до прохладной щеки. Но я без маски. Ха-ха-ха-ха-ха, обожаю человеческие сказки. Человеческие ласки? Человеческие дрязги. Я же говорила. Все жители поселка носят маски. Только скрываются за ними отнюдь не люди. И даже я? Хе-хе. Ты такой рассеянный, Антон. Однажды мы уже нашли твои очки. И шапку. И твое настоящее лицо. Я увидел маску, которую леса мне протягивала. Ту самую маску зайчика, похожую на серебряный слиток в лунном свете. Стало любопытно, как изменится мир, если взглянуть сквозь прорези. Но вдруг с трудом просачиваясь сквозь мелодию флейты, меня посетило озарение. Очки, которые они нашли, были у Семена. Мои новые знакомые наверняка знали, что с ним произошло. Или хуже. А куда подевался Семен? Что с ним стало? И с остальными детьми. Медвежонок и сова переглянулись. Волчок сжался комочком, а лисичка чуть опустила острый носик маски. Тот, кого держали в клетке. Тот, кто режет мелко-мелко. Тот, кто носит кожаное лицо, забрал их. Умел бы я креститься, перекрестился бы. Хотите сказать, это был человек? Чем ты только слушал? Разве можно назвать такого, как он, человеком? Одно слово. Взрослый. В мире взрослых так легко потеряться. Убийцы, жестокие дрессировщики и равнодушные родители. Ах, лучше об этом вовсе не думать, чтобы не грустить. Не знаю, как вам, а мне печалиться совсем не хочется. И я сегодня какой-то негрустный. Фонтун, а ты? А? Я задумался, глядя в лес, пытаясь определить, откуда доносится звук флейты. Я был уверен, что музыкант стоит прямо за чистоколом сосен. Очень высокий, перебирающий длинными пальчиками дырочки в корпусе флейты. Так что, сядем тошковать или займемся отдыхом? Алиса хотела что-то показать. Давай начнем с самой сладкой части программы. Лисичка извлекла из карманов горсть конфет и вручила по очереди всем детям. Зашуршали фантики. Тут же запахло ананасом, какао и дыней. Последнюю конфету, вафельную, мою любимую, Алиса вложила мне прямо в рот. Язык обволокло пряностью. Казалось, что мое тело покрылось шерстью, по которой пробегают яркие искорки. Замешков, я прожевал вафли и шоколад, проглотил их, наслаждаясь вкусом. Спасибо. Благодарность вышла глуховатой, потому что губы мои уже касались маски. Я не заметил, как поднес ее к лицу. От папье-маше исходило тепло. Маска льнула к коже и приятно пощипывала. Так я нырял после зимней прогулки в горячую ванну и лежал, мурча от пенной воды. Говорила же, это твое! Мое! Чего стоим? За нас веселиться никто не будет! И то верно. Мелодия кружилась по поляне, как вихрь. Не терпелось выпустить ту энергию, тот жар, которыми меня наполняла чарующая музыка. Сова прыгнула и исчезла высоко вверху. Над головой раздался ее смех. А потом она приземлилась обратно, фуручая и отдуваясь. И ты так можешь! Попробуй! Я попробовал. Ноги оттолкнулись от земли. Я взлетел ракетой к звездам и закричал от счастья, увидев своих друзей внизу. Ветер помогал мне летать, словно я скакал на громадном батуте. Звезды казались яркими блестками, до которых можно дотянуться языком, слезнуть. Луна стала ближе, а потом я полетел вниз. Лишь на мгновение я испугался, что сломаю ноги, на подошву твердо встали на снег. С нами ты в безопасности! И все твои мечты станут явью! Я так счастлива, наконец, запрести тебя! Зайчик! Смеясь от восторга, я понял главное. Эти четверо не причинят мне вреда. А настоящие враги. Я чувствовал это каждой шерстинкой своей маски. Те, кто далек от волшебства. Люди из поселка. Еще я понял, что все вокруг по-настоящему живое. Услышал, как стонет под снегом сухая трава. Увидел, что у деревьев и звезд есть лица. Деревья ухмылялись, а звезды корчились в страхе. Правильно, бойтесь. Я допрыгну до вас и... Я щелкнул зубами, затем закричал ликующе и прыгнул одновременно с лисой. Мы полетели выше самых высоких сосен и застыли в воздухе. Я закружился. Алиса закружилась в такт. Я знал, что она улыбается. И улыбался сам. А Флейта все играла и играла, унося нас ввысь. Эй! Тебя что, заколдовали? Расколдовали. Сонно подумал я, отклеивая подбородок от парты. Мышцы слегка ныли, но это было приятное чувство. Все отчего-то вновь слонялись по классу. Передавали друг другу записки, шушукались. Их физиономии казались выцветшими масками. Блеклыми и скучными. Я зевнул, вспоминая, как парил над лесом, а рядом смеялась Алиса и крепко сжимала мою ладонь. Возможно, и почти наверняка, это был сон. Потому что из лесу я не возвращался, а проснулся дома в кровати, обыкновенным утром, с чаем и таблетками. Но меня мало тревожило разумное объяснение ночным танцам. Куда важнее было чувство полета. Знание о том, каково висеть над пиками величественных сосен, и скалится на луну. Прости, задумался. Слышал уже про Катю? А? Я бросил взгляд на пустующее место впереди. Катя пропала! Сон как рукой сняло. Я недоверчиво нахмурился. Как пропала? Будь не может. Катя! Конец третьего эпизода. Прости, задумался. Саша, часть администрая. ДИНАМИware. Продолжение следует...